Всем здравствуйте! Заканчивается апрель и значит надо снять все, что цветет дома. Себе на память, может и вам будет интересно. А начать свой обзор я хочу с вот этого чуда. Зимой я покупала психопсис достаточно быстро. Он дал новый ростик. Вот он. Милый такой, пятнистый и шершавый. Прошло немножко времени, психопсис расцвел. Не могу на него насмотреться. Какое-то инопланетное существо. И цвет его нравится. И лепестки, и рюши. Если всмотреться, то можно разглядеть человечка с глазками. Сейчас приближу. Вот он следит за нами. Такой усач. Плечи мощные и развивающийся плащ или крылья. Каждый в нем увидит что-то свое. Шикарный цветок. Как нам природа придумывает всякие интересные штуки. Развернула горшок, чтобы показать, как цветок с обратной стороны выглядит. И показать почечку, из которой будет следующий цветок. Сейчас попробую подобраться. Вот она. Этот цветок отцветет и следом зацветет второй и так далее. Второе чудо в этом месяце. Дендробиум Нобили белый. Из очень старой бульбы. В двух местах вышли цветоносики. Здесь четыре цветочка. Здесь не помню. По-моему, три. А новый цветонос. В прошлом обзоре там был всего лишь один цветочек. А сейчас целая невеста. Как он вкусно пахнет. Такие пышненькие цветоносики. И еще есть бутоны. Не распустилось все одновременно. Ничего. Порадуемся такому цветению. Оно и так достаточно пышное. Неожиданно. Хелиадор Дарвин держит еще два цветка. Он давно цветет. Уже пора ему передохнуть немножко. Орхидея Мирах. Стало пахнуть все-таки. Я говорила, что когда покупали, запах у нее был. Когда она распустилась в этот раз, сначала не было запаха. Но сейчас он есть. Не целый день. Запах легкий, приятный. До обеда. Пока солнышко попадает. Она очень красивая. Но я думаю, вы видите. Ажурная. Со временем, правда, цвет она теряет. Немножко бледнеет. Красивая она со всех сторон. Сейчас я разверну. Посмотрите. Очень красиво. Вот так дорожченный цветочек развернулся в обратную сторону. Это детка Сога Годрис. Их здесь две. И, наконец-то, вторая тоже дала цветоносик. Вот он. На этой мутантике. И нормальные цветочки. Наконец-то зацвела их мама. Почти два года я от нее цветов не видела. Но мама намного ярче и крупнее. Запах у Сога Годрис очень приятный. Тоже в первой половине дня, когда солнышко попадает на цветочки, очень вкусно пахнет. Я так рада, что купила по уценке этот Беглиб. Он крупный, красивый. Долго цветет, что меня очень удивило. Я думала, что она цветет быстро. Правда, не доращивает бутоны. Может быть, в этот раз, может, этот сорт не доращивает. Из старого цветоноса... Так, не вижу. Из старого цветоноса идет новый цветонос. Вот там. Здесь сумасшедший рост корней. Что от шеи, что в горшке. Лист растет. Я так понимаю, сорт очень сильный. Сейчас хочу достать горшок, показать. Смотрите. Полный горшок корней. И сколько корней в стадии роста. Не буду уже крутить в сторону. Там еще больше. Очень тяжелый горшок. Такую красивую губку прячет. Смотрите. Очень близко цветы расположены. Носиками дразнится. А губку свою прячет. Есть немножко розовинка у него. Красавец. Чармер. Цветет и цветет. Цветет и доращивает. Плотные цветочки. Позитивные. Заострила свои лепесточки. Был цветонос с мутантиками. Но уже она их сбросила. Мутантики цветут меньше, чем правильные цветочки. Хорошая орхидея. Вот это чудо распустило два цветка. Будет пышненькая мультифлорка. Есть еще ее деточка. Но детка пока маленькая. Подсажена отдельно. Набирается сил. А это кто у нас тут такой? Это орхидея Аладдин. Беглепчик. Посмотрите, он малюсенький вырос. Я рада этому. Потому что эта орхидея была реанимашкой. Вот ее старый цветоносик. Не знаю, что это будет из этой почечки. Нет. И вот из старого цветоносика она вырастила из себя один маленький цветочек. Видите, какие листья были тряпочки. Просто тряпочки. Сейчас они набрали тургор. И растет новый листик. Вот такая манюнечка. Ну, вы знаете, Аладдин красивый цветок. Их много обычно при цветении. Смотрится это сказочно. Но у меня пока так. Еще одна орхидея, из тех, которые цветут долго. Крупные цветы. Она переливается. Не могу поймать эти переливы. Это орхидея октопус. На старом цветоносе она дала два ответвления. Разбудила почечки. Сюда и в эту сторону. Ну и здесь она дала два мутантика. Смотрите, один такой. И, по-моему, вот он. И вот такой. А третий цветочек правильный. Вот он. Долго держит цветы. Это орхидея. Даже с утра она ароматит. Ну так, если уткнуться носом в нее, приятно пахнет. И, кажется, будет доращивать. Да, будет. А здесь? Ой, не могу, не вижу, не вижу. Да и здесь тоже. Вот умничка. Здесь каменная роза. Я подпишу название так, как было написано на горшочке, когда я купила ее. Как она долго держит цветы. Какие они красивые, разные. Не устанешь разглядывать их. Вот такие переливчатые, кожистые цветочки. Она постоянно доращивает. Это не новые цветоносы. Здесь уже палочек. Даже не знаю, сколько тех цветоносов. старых. Раз, два, да, третий срезала. Тут из одного ответвления. А и от еще одного-то ответвления. Да. Два раза она дорастила. Даже эти ответвления. Но пока, пока не видно нового. Ничего. Да и хотелось бы ее пересадить. Она до сих пор в покупном горшке. Один в один. Там корни и позже. Я не знаю, когда я доберусь до нее. У пенни лав остался один цветочек. Вот. Держим. Хладненький такой, маленький. Этот цветок называется оксалис. Почему я его показываю? Потому что он тоже цветет. Было четыре цветочка, остался один. До того нежный. Но у меня растение молодое. Я видела на подоконнике. Ой, в одной квартире. Красота. Сколько этих листьев. А сколько цветочков. Это так красиво. Вот такое чудо-юдо распустил антуриум шерцера. Оранж. Какая-то кракорозябина. У красного антуриума открылся новый цветочек. Старый держится еще. Один. И вот такой. Третий. Что-то его скрутило. Держится, блестит. Красивенький. Кривенький, правда. Это пинг. Розовая красота. Вот такая. И, по-моему, в прошлом обзоре этот еще не был раскрытый. Я уже не помню, если честно. Но вот это свежий цветок. Вернее, цветок у него. Это вот эта вот палочка. А это покрывало. Розовое. Очень красивые цветы. Шикарная орхидея пола. Даже не буду стараться цвета ее ловить. Потому что бесполезно. Что со вспышкой, что без. Не могу, не получается. Я желаю вам увидеть ее вживую. Все эти переливы. Ее богатую цветовую гамму. Долго-долго она цветет. Очень плотные цветы. Сейчас обратную сторону покажу. Вот такая обратная сторона. И, по-моему, ее видела, она хочет доращивать. Сейчас проверим. Я не помню. Везде. А, вот. Так что будут еще цветочки. Будет она меня еще радовать своим цветением. Кадис тоже цветет долго. Ответвлению он не дал. Дорастил пару бутончиков. И держит пока все свои цветы. Хорошая орхидейка. Ни крупная, ни мелкая. Нравится мне. Виена держит оставшиеся цветочки. Дорастила она по одному цветочку. На каждом цветоносе их у нее было два. И усыпаны цветочками. Но, к сожалению, каждому цветению есть завершение. Хорошая орхидейка. Эта орхидея без названия. Долго цветет. Ну, оставила тоже уже только три цветочка. Стасывает потихонечку. Темпотевешная такая. Орхидея Стрит Вайс. У нее переливы чем-то с пола похожи. И что одно, что второе. Очень трудно снять и показать хорошо. Рябая губа. Красивая. Очень красивая. Достаточно крупная для мультифлоры. Долго держит цветочки. А это орхидея Бланка. Крупные цветы. Яркие. Смотрите, губа какая красивая. Тоже из тех орхидей, которые цветут долго. Еще она ароматит. Тоже не сильный аромат. Но пахнет. Хочу посмотреть. Здесь нет. Здесь нет. А раньше доращивала. Может надумает еще. Какая структура лепестка. Перехленая губа. Колоночка. Такой рыжий колюс. Мордочка. Не хочет эта мордочка фокусироваться. Осталась эта полочка. Это новиночка. Sunshine. Желтая, бьющая в салатовый орхидейка. Кое-что засушила по краям. Самые малюсенькие бутончики. Что-то открывает. У Борнео осталось два цветка. Надумала она отрастить себе один бутончик. Смешная такая. И растит листик. Потому что все здесь хорошо. Это Бразера Виттл Амаглад. Какая красивая рыжая кирпичная губа. Очень красивая орхидея. А здесь такие рыжие мазки. Даже на этом цветке. А еще у этой орхидейки лист в краб. Вот такой красивый листочек. И кроме орхидеи еще цветет каланхоя. Цветочков мало, но все же они же есть. Белый. Красный. Там со всех сторон есть бутончики. Просто крутить не хочется. И розовый только собирается цвести. Не поверите, кто снова зацвел. Очень мало она отдыхала. Практически совсем не отдыхала. И начала растить следующие ответвления. Не знаю до сих пор название орхидеи. Я их сейчас сниму. И покажу поближе. Поставила на пол. Очень тяжелые цветы. Я сейчас напомню. Покупала я уценочку. С обрезанными уже цветоносами. Вот он один. И вот второй. Затем дома было ответвление. Одно от старого цветоноса. И второе. Она процвела. Очень капризничала. Сбросила цветы. Я винила себя, что зацепила их. И они отсушились. Но, наверное, все-таки это какой-то капризный сорт. Вот эти цветы очень быстро отцвели. Попали, по-моему, в один обзор только. И сразу из вот этих ответвлений пошел новый цветонос. Сюда. И от этого ответвления второй цветонос. Так как в прошлый раз я думала, что я их зацепила. И они быстренько отсушили конечные свои цветы. Я подняла наверх. Уже не зацепила ни разу. Но все равно по одному бутончику. Но не то, что в прошлый раз 10. Вот она засушила здесь один. И здесь. Остальные распустились. И получился вот такой красивый каскад. Ну, глаз не отвести. Очень красивая орхидея. До сих пор не верится, что она ко мне попала так запросто уценочкой. Переливается. Еще один бутончик откроется. Интересно, долго будет цвести? Или как в прошлый раз? Она быстро как-то вот одновременно почти все бутоны открывает. И потом точно так же быстро их сбрасывает. Бордовые пятна на бледном таком фоне. И желто-фисташковая губа, но более яркая, чем сам фон лепестков. Написки средней плотности, ближе к тонким все-таки. Очень красиво. Нарбона доращивает. Нарбона доращивает снова три бутона. Уже второй раз доращивает. В прошлый раз три. Сейчас три. Эти цветочки уже отцветают. И естественно бледнеют. Распускается намного насыщеннее, красивее цвет. Потом становится ближе к розовому. Орхидея Буэна цветет очень долго. У нее восковые цветы. И я уже не помню, во сколько обзоров попадал этот цветонос с мутантиками. Симпатичные мутантики. И второй цветонос. Со стандартными цветами. И один цветочек, который она дорастила позже, смотрит на улицу и от нас отвернулся. Вот он более яркий. Когда все цветочки распускаются на цветоносе, я разворачиваю к себе, чтобы ими любоваться. А то, что растет позже, разворачивается в сторону улицы. Красавица египтянка. Долго держит цветы. Четыре цветочка она уже отсушила. Красивый красный язычок. На ярком оранжевом фоне. Лепесточков. Очень длинный цветонос у нее. Не знаю у кого как. Ответвление она не дает мне. Просто вот один длинный цветонос. Леточка такая у нее. Это пурпурная принцесса. У нее всегда набитые цветоносы. Несмотря на то, что цветочки мелкие, вот гроздь просто подкупает. Очень красивый цветок. Это орхидея Амстердам. Очень нежная, красивая. С необычной формой лепестков. На старом цветоносе пробудила почку. И отращивает себе вот такой цветонос. Еще продолжают формироваться бутончики. Значит он будет еще выше и длиннее цветоносик. Пока так. Это орхидея Торино. Достаточно крупная орхидея. Нежная, красивая. Плотные цветочки. Цветет она долго. Дала такой цветонос с одним ответвлением. В этой комнате продолжает цветение Лоттери Принц. Или Карина. Или Африканский Закат. Кого как привык назвать. Повторю, что цветет этот цветок очень долго. Доращивает. Чем-то своим цветением кота напоминает дикого. Вот эти цветочки уже подсыхают. Но цветонос снова наращивается. Также и здесь. И вон там еще. Сейчас доберемся. Вот. Вот здесь. Очень красивый цветок. Играет своими переливами. Все цветочки разного оттенка. Это так красиво. Это западное окно. И когда солнце заходит, в этих лучах это что-то сказочное. Смотрите, какой он яркий. А эти уже бледнее. Такой букетик из цветов разных оттенков. Моншин. Ну, я не знаю, какие комплименты давать этому цветку. Шикарное цветение. Цветов очень много. И посмотрите, какой длинный цветонос она еще доращивает. Из новеньких она уже открыла. Не знаю, один или два. По-моему, два. Цветы крупные. Держит она их долго. То есть, она цветет. Заращивает цветонос. И растет новый цветонос. С ответвлением. Вот он. Я уже не знаю, как их подвязывать. Чтобы горшок не завалился. Вот он. Новый цветонос растет. Пришлось его подвязать. Цветок заваливается. Очень тяжелая гроздь. Так на одну сторону свисает. Эта беленькая орхидея пить хочет. Сейчас ее полью. Лепесточки поднимутся. Она еще подцветет. Рано ей еще отцветать. Это ароматная милая Холли. Драстила. Три бутончика. И один из них уже открыла. Не фокусируется камера сейчас. Вот такая красавица. Смотрите, как отличается цветок, который только что открылся. И первые цветочки. Они уже выцвели. Вот такой богатый цвет. Пархатный. У нового цветочка. Еще тут два бутончика будет. Очень вкусно. Она пахнет. Аромат напоминает запах фрезий. Орхидея медуза. Одна из них орхидеи, которые я рекомендую к покупке. Настолько нежный переход цвета. Это надо только видеть. Словами передать я не смогу. Алый и красный язычок. Очень редко встречающийся цвет у орхидеи. Я имею ввиду язычок. Одинокрасный. Очень плотные цветки. Держатся долго. Вот так вот она выцветает со временем. И доращивает. По-моему дорощины мы все уже открыли. Цветочки. Какая красота. Посмотрите. И обратная сторона. У нее тоже такая нежная, красивая. Долгое цветение. Красивое, прекрасное. Одно посмотрю. Нет, пока не доращивает. Она дорастила один раз. Смотрят в разные стороны. Потому что дорощенные бутончики развернулись в сторону света. Поэтому такой букет. С разных сторон надо его разглядывать. Ну, это белая, огромная орхидея. Шесть цветов у нее отцвело. Четыре этих она дорастила. И они были развернуты к окну. Я решила перед съемкой приподнять цветонос. Ну, теперь смотрите, как это выглядит. Огромные цветы. Первые шесть были размером 12 сантиметров. Я думала, ого-го, какие крупные. А здесь 13 с половиной. Сейчас возьму линеечку и покажу. Да, вид, конечно, у них теперь не очень красивый. Продолжает цвести красавица моя, а-ля Клеопатра. Она очень долго держит цветочки. Уже не помню, во сколько обзоров она вошла. И все такая же красивая. Это четыре цветочка от основного цветоноса. Я уже рассказывала, что этому цветоносу почти два года. И вот только сейчас вышли цветочки. Орхидея дикий кот. Цвести она будет еще долго. И доращивает она в трех местах свои бутончики. Вот там доращивает. Здесь. И здесь. Очень хороший сорт. И наконец-то зацвела моя сока Годрис. Два года отдыхала. Ну, чуть меньше, чем два года. Дала деток. Одна из них цветет. Вторая наконец-то начала растить цветонос. А мама все отдыхала и отдыхала. Я решила ее пересадить. И как только пересадила, она вырастила новые корешки. Хотя у нее их и так было очень много. И начала растить свой цветонос. Разветвила его в две стороны. И будет пушистый букетик. И завершение. То, что я давно хотела. Я купила Мальбу Фейл. Я давно ее хотела, но вот иду за ней и покупаю какую-то другую орхидею. У меня так с пиралой было. Вроде хочу, притом нет, другую возьму. Потом никак не могла нарадоваться на то, что наконец-то я пиралу взяла. Также и с этой орхидею. По обзорам вижу девочек, что цветет надолго доращивает. Сорт хороший. Купила я ее уже всю распустившуюся. Но, как сказала продавец, сильное растение видно сразу. То есть в магазине не был взбрушен ни один цветочек. Ну и плюс Альбу Фейра доращивает. Поэтому будет радость надолго. пока еще не видно, чтобы она хотела дорастить. Но видите, какая она свеженькая, красивенькая. В дни 10 назад я ее сразу пересадила после покупки. Все хорошо, слава Богу. На этой красавице я закончу сегодняшний обзор. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok